На фоне плакания про новую часть ЗВ, хочется поговорить о чем-то хорошем и светлом, чего на самом деле было не так много в этом году, и как таковых оверкрутых премьер и крайне громогласных фильмов я не видел. Не хочется долго размусоливать тему, насколько был плох или хорош этот год, так что давайте просто подведем итоги 2019-го, смотря на его лучшие работы. Я постарался подобрать самые интересные картины, которые мне сильно запомнились или по крайней мере положительно отличались на фоне остальных фильмов. Поехали! Ирландец Мартина Скорцезе — осенняя новинка, которая делалась слишком долго и по закону жанра должна была провалиться. Крайне большие средства были на нее затрачены и множество проблем преследовало эту работу весь период, даже не съемок, а процессы перекупа прав на нее разными студиями. В итоге, стриминговая платформа Netflix таки решается купить все права на фильм больше, чем за 100 миллионов долларов, и дает карт-бланш режиссеру. И на удивление, все проходит гладко. Скорцезе сплотил все свои прошлые фильмы, но получил не копирку, а что-то совершенно новое и крайне личное. Впервые над одним проектом объединили свои усилия Аль Пачино и Мартин Скорцезе, хотя этот союз ждали еще с 90-х годов, с фильма «Славные парни», где уже на тот момент соединилась троица актеров, только вместо Пачино был Рэй Иллиотта. Ирландец был сложной работой из-за желания режиссера воссоздать большинство объектов максимально реалистично, поэтому все, вплоть до грязи на одежде, подвергалось строгой комиссии в лице Мартина. Боб Шоу, художник-постановщик Ирландца, назвал работу в этом фильме одной из самых сложных в своей карьере, а этот немолодой мужчина в свое время занимался и кланом Сопрано, и волком с Уолл-стрит. Кропотливость — это хорошо, но в данной картине вылилось в неудобные принципы режиссера, напрямую касающиеся возраста главных героев. Да, об этом уже сказали все, кому не лень, но все-таки тяжело поверить молодому герою, которого играет практически 80-летний актер, хоть и с омоложенным лицом. Вы скажете «тяжело», но не невозможно, и будете правы, актеры сыграли выше всяких похвал. Но чтобы все это организовать, съемочная группа изрядно попыхтела, выдав уже свой максимум. Кровью и потом эта работа выковала эту необычную историю, с неожиданными поворотами и такой стильной оболочкой. Наконец, завершив мечту Мартина Скорсезе — снять этот многострадальный фильм, который заставит вас пережить море эмоций, хоть порой и затянутых. Много людей знакомы с этой работой, или, по крайней мере, слышали о ней. И поэтому не будут слишком удивляться, увидев в этом списке подобный фильм. Остальным же надо знать, что это фильм знаменитого корейского режиссера, снятый в 100-летие корейского кино, и это первый южно-корейский фильм, получивший высшую награду Каннского кинофестиваля. Весь сюжет построен на больной для Кореи темы — классовое неравенство. И громкое название «Паразиты», или же «Голист» в оригинале, не совсем относится к главным героям. Весь фильм мы можем видеть своеобразных паразитов, например, языковых. Когда мы слышим англицизмы, которые уж очень сильно выбиваются из обычной речи, и на которых сделал акцент режиссер. Особенностью этого фильма стала многожанровость. Начало фильма прошло в своеобразной ситкомной атмосфере. Легкие разговоры, порой странные шутки, непривычные русскому зрителю, и, конечно, раскрытие персонажей. Позже на линию повествования все больше набрасывается гротеск, и приходит некое осознание всей драмы, когда главные герои постепенно превращаются в антагонистов. Или, скорее, ты сам начинаешь понимать, за кем ты следил все это время. Абсурд происходящего антиципирует черную комедию, которая врывается на экран в лучших традициях Тарантино. Конец картины заставит задуматься, и если не сразу, то загнанные режиссером скрытые смыслы все равно найдут тебя поздно ночью. Подождите! Подождите! Я не сильно знаком с южнокорейским кинематографом. В свое время я слышал много отличных и невероятных отзывов о поезде в Пусан, но на поверку он оказался странен и сложен к восприятию. Все-таки незнакомая культура сильно выбивалась, и некоторые действия главных героев порой вызывали лобное пробитие фейспалмом. К чему я веду? Паразиты — уникальная вещь в этом плане. Сменив декорации главных героев, он не потеряет свой основной посыл, и главное — то необычное обаяние, позволяющее проникнуться историей, забыв о второстепенных заминках. Не могу точно сказать, почему у фильма получается это сделать. Может, смешение стилей и жанров, возможно, профессионализм актеров и съемочной группы. Главное — то, что картина крайне хороша, и даже при своей необычности способна зацепить массового зрителя, что она, собственно, и сделала, надолго оставив свой след в сердечках людей, посмотревших его. Работа, которую я так долго ждал, на мое собственное удивление оказалось лучше, чем я того ожидал. Еще в трейлерах фильм красовался своей россыпью актеров в самой разной величины. Что уж говорить про саму картину, в которой они полностью раскрылись. Режиссер Райан Джонсон, так сказать, не совсем обычный режиссер. Кто-то разглядит в нем гениальность, кто-то же назовет его посредственностью. По сути, тяжело сказать что-то конкретное, у него не такой большой послужной список, а так называемая карьерообразующая работа — всего одна петля времени. С этим фильмом Джонсон громко ворвался в Голливуд, после которого получил в работу восьмой эпизод «Звездных войн», тем самым практически похоронив свою карьеру работой над заведомо захеченной трилогией. Чтобы все-таки спасти свою карьеру, Райан достал «Козырь из рукава» — сценарий к новому фильму в детективном жанре, в котором он был мастером. А дальше, я думаю, вы знаете, карьеру свою он определенно спас. Сам же фильм «Поверхностно смотря» похож на детектив, вышедший чуть ранее «Убийство в Восточном Экспрессе», но углубляясь в картину, понимаешь, что кроме как вдохновления Агаты и Кристи, у них нет ничего общего, картины по качеству своему совсем не похожи. «Достать ножи» — это куда более игривая вариация всех ранее предложенных детективов. Он сильно обновляет и вдыхает новую жизнь в, казалось бы, уже забытый жанр. Фильм сильно и быстро скачет в своем повествовании, но не напрягает при этом зрителя, а заставляет за собой следить все внимательнее и пристальнее. Тут я возвращаюсь к тому, что режиссер спасал свой зад в этом фильме, и то, насколько он кропотливо сделан, поражает. И это касается большей части — сценарий, антураж, подобранный актер и, конечно же, то повествование, которым так умело играется кинодирижер Райан Джонсон. Получился своеобразный крепкий самородок, не дотягивающий до легендарности, но при этом ловко захватывающий массу у зрителя, что странно для детективов в 2019. В общем, картина необычна, но от этого не менее прекрасна. Подробно мое мнение об этом фильме можете узнать в ролике справа наверху. Я постарался понять, почему же именно он так хорош. Я не мог не включить эту картину в список лучших, даже просто из-за того, что это Тарантино, хоть и не считаю ее истинно тарантиновским фильмом. Сейчас поясню, что я имею в виду. Если вы его не видели, не бойтесь, можно смело смотреть. Максимум, что вам грозит, это небольшая скука от затянутости, а все остальное невероятно на высоте. Особенно, если вы цените работу операторов, рок-н-ролл 60-х, Брэд Питта и, конечно же, Дикабрио. Ох, Дикабрио. Дай снега. Проблема этого фильма и его главное отличие от остальных работ Тарантино, это то, что практически весь фан-сервис недоступен никому другому, кроме как жителям Америки, и то с исключениями. В прошлых картинах также было море отсылок и пасхалок, за которыми было интересно следить и которые было интересно искать. Они концентрировали на себе часть твоего внимания и не давали заскучать на протяжении всего фильма. В Однажды в Голливуде ситуация обстоит совсем по-другому. Человек, выросший в этой культуре или хотя бы частично ее коснувшийся, получит неимоверное удовольствие от просмотра. Такого количества фан-сервиса, греющего его душу, он не встретит нигде больше. Остальные же потонут в этом аккуратно сложенном море любви Тарантино к вещам, которые окружали его в детстве. Однажды в Голливуде это трибута к жизни режиссера, поэтому она так отличается от остальных его работ. Он так сильно старался не забыть и малейшую деталь, что в какой-то момент перенасытил фильм для обычного обывателя, что, конечно же, не отменяет факта колоссальной и ревностной работы. Даже при таком, казалось бы, и минусе, в любом случае фильм может пролететь для вас на одном дыхании, потому что все остальное, за что мы любим Квентина, все еще есть в этой картине. Конечно, отдельное спасибо стоит сказать двум главным актерам, Брэду Питу и Леонардо Ди Каприо, показавшим высший пилотаж актерского мастерства. Безумный фильм, поднявший миллион социальных, моральных и физических проблем, взбудораживший общественность и разные социальные группы. Мир раскололся на две части – гениален и ужасен. Порой на поле битвы влезали совсем далекие от культуры люди, но даже при этом борьба была выиграна и выиграна оглушительно. Высочайшие оценки, сборы более чем в миллиард долларов и все. Все это, скорее всего, предопределило дальнейшее развитие культуры развлечений. Ранее студии, боявшиеся давать деньги на проекты с рейтингом R, теперь будут куда более благосклонны, и на нас с вами это повлияет в первую очередь. Хочется верить, что с положительной стороны. Чем же фильм, показывающий на протяжении двух часов всего одного главного персонажа, заслужил столь бурные овации и оценки? Как бы странно это не прозвучало, но своей простотой. Он понятен всем и каждому, поэтому и вызвал столь обширный отклик. История неудачника, скип и проблем, неожиданно становящегося лидером в том или ином смысле, во все времена такой сценарий заходил на ура. Но не простотой единый жив Джокер. Всем людям с СПГС картина также дала море пищи для размышления, и вокруг фильма родилось столько теорий и идей, что хватит на целую квадрологию. В первую очередь это было бы невозможно без главного актера, Хойкина Феникса, который впервые меня впечатлил еще в Гладиатрии Ридли Скотта. Изначально на его место планировался наш любимый Дикабрио. Для фильма такого масштаба и жанра, в принципе, странно, что главный герой всегда на экране, за исключением пары дублей. Но такое ощущение, что подобное сверхвнимание пошло Хойкину только на пользу, и он раскрыл свой талант на полную. К сожалению, в этом и состоит главный минус картины. Джокера слишком много. Затянутые планы его переживаний, сакральные танцы и море символизма, которая с легкостью может перегрузить неподготовленного зрителя и оттолкнуть его от главной повествовательной линии. А тут уж, если фильм тебя не захватил, и ты не посмотрел его на одном дыхании, то ты обречен скучать и не понимать восторженные возгласы о гениальности работы. Окончание перевернуло весь фильм, и, собственно, и породило тот поток СПГС, что вылился на просторы Ютуба. Но все же, не в этом главная крутость фильма. Это не та работа, которую забудут прямиком после церемонии Оскар. Еще долгие годы она будет неким путеводителем студий по распределению расходов на новые проекты. Итак, господа и дамы, это была моя подборка лучших фильмов за 2019 год, который, к моему глубокому сожалению, оказался слаб по количеству хороших работ. Что ж, надеюсь, 20-й год станет антиподом 19-му. А пока с наступающим вас Новым годом! Встретимся в 2020-м. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!